В Сарымском районе с начала года было трудоустроено пять осужденных. Найти работу и адаптироваться в обществе после освобождения им помогают сотрудники службы пробации, чьей задачей также является вести контроль, чтобы от бывшей наказания люди не совершали повторное преступление. За круглый стол местные исполнительные органы пригласили лиц, которые после освобождения находятся на испытательном сроке. Здесь поднимали вопросы оказания социально-правовой помощи осужденным. Работа эта проводится на постоянной основе. К сожалению, не всегда приговор и наказание меняют сознание людей. Отбыв срок, некоторые повторно совершают преступление и снова оказываются за решеткой. Чтобы этого не допустить, сотрудники службы пробации проводят работу по трудоустройству. Нужно занять человека, тогда у него не будет времени на необдуманные поступки. После того, как я встал на учет в службу пробации, зарегистрировался как безработный в районном центре занятости. По квоте устроился на работу в культурно-досуговый центр в селе Жембиты оператором по освещению. Регулярно в районе проводится ярмарка вакансий, благодаря чему пять лиц с судимостью смогли найти работу. Также сообщалось, что 16 осужденных получили единовременную материальную помощь через районный отдел занятости и социальных программ. Помимо этого им оказывается помощь психологов. Районная прокуратура совместно с заслужбой пробации провела определенную работу. Как на сегодняшний день трудоустраиваем лиц, которые состоят на пробационном учете по квотам. Также проводится работа по выдаче грантов, чтобы они могли открыть свое дело. Как говорится, от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Эти люди совершили ошибку, понесли наказание. Главное, что они смогли все осознать и начать новую жизнь. После освобождения осужденным дается один месяц, чтобы они вышли на работу. В противном случае, после трех предупреждений, их снова могут отправить в колонию.